Популярность конкурса праздничный наряд для лесной королевы растет с каждым годом. В этот раз к нему присоединились около 30 образовательных учреждений Ленинского городского округа. Новогодние подделки участники делают целыми семьями. От мелких декоративных экибан до самодельных рождественских вихлеемов. Традиционно самая популярная номинация – елочная игрушка. На елках всегда очень-очень много елочных игрушек, и мне очень понравилась эта идея. Как ты долго ее делала и с кем? Мне мама помогала. Делала я ее по-среднему долго и нет. Популярность набирает и номинация «Новогодняя открытка с авторским поздравлением», которая была введена на конкурсе только год назад. Организаторы отмечают, что это была хорошая идея, и детям она приглянулась. Всего же участников в этом году было рекордное количество – 885 человек. А гран-при удостоилось 66 ребят. Начинаем церемонию награждения. На сцену приглашаются обладатели гран-при. И на него – Зофия. Мамы с вами продолжаем, продолжаем аплодироваться. Этот год для конкурса юбилейный. Ему исполнилось 25 лет. Торжественная часть мероприятия началась с подведения итогов за все эти годы. А после на сцену вышли артисты Центра детского творчества. Импульс, чтобы показать ребятам премьеру нового новогоднего спектакля «Тайна елочной игрушки». Были и Дед Мороз со Снегурочкой, и сказочные герои. Дети и их родители остались в восторге от увиденного. Очень интересно. Там была очень хорошая история. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как клоун Диндон помогал Снегурочке. Мы вообще на таком мероприятии первый раз. Нам все очень понравилось. Спектакль, все замечательно. По мнению организаторов, 25 только начало. И с каждым Новым годом конкурс будет собирать вокруг себя еще больше творческих семей. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ.